Время молитв Время молитвы Время молитв Когда тот хотел призвать к молитве «подожди, пока не спадет жара». Затем он сказал «сильная жара от дыхания ада, и если она становится слишком сильной, то задержите молитву, пока она не спадет». Мудрость этого состоит в том, чтобы совершить молитву в состоянии большей смиренности, ибо сильная жара не даст человеку как следует сосредоточиться на молитве. Однако оттягивание совершения обеденной зухар молитвы связано именно с жарой, и если нет такой причины, то молитву необходимо совершать в начале ее времени. Время молитвы Аср Аллах, свят он и велик, сказал «оберегайте молитвы, и особенно среднюю молитву, и стойте перед Аллахом смиренно». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «совершайте послеобеденную Аср молитву, тогда, когда тень предмета равна ее длине. Длится же время послеобеденной Аср молитвы до захода солнца». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил «тот, кто успел совершить земной поклон саджда молитвы, Аср, прежде чем зашло солнце, тот застал Аср. Совершайте послеполуденную Аср молитву пораньше, сразу после наступления ее времени. Поистине, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «тщетными окажутся деяния того, кто оставит послеполуденную молитву». Время совершения молитвы Магриб Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «совершайте вечернюю Магриб молитву, как только зайдет солнце». Длится же время молитвы Магриб до полного исчезновения красноты, то есть вечерней зари. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «время вечерней Магриб молитвы длится до исчезновения вечерней зари». Имам Ас-Сан'Ани сказал «в арабском словаре сказано «шафак» – вечерняя заря. Это краснота на небе, которая появляется после захода солнца и исчезает с наступлением ночи или незадолго до этого». Время молитвы Айша Когда ангел Джибриэль, мир ему, обучал временам молитв Пророка, мир ему и благословение Аллаха, он сказал ему «совершай ночную Айша молитву, когда исчезнет вечерняя заря». Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала «однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, задержал молитву Айша до тех пор, пока не прошла значительная часть ночи. Затем он вышел, совершил намаз и сказал «это и есть истинное наилучшее время этой молитвы, если бы только я не боялся обременить моих последователей». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил «если бы это не было обременительным для моей общины, то я повелел бы им откладывать совершение молитвы Айша до первой-третьей ночи или до середины ночи». Однако, если откладывание молитвы Айша приведет к уменьшению численности молящихся в групповой молитве, то лучше совершить ее в начале времени. Джабер рассказывал, иногда пророк, мир ему и благословение Аллаха, торопился с ночной молитвой, а иногда медлил с ней. Когда он видел, что народ уже собрался, то совершал молитву пораньше. Когда же люди запаздывали, он откладывал намаз. «Совершение ночной Айша молитвы в начале ее времени в джамаате лучше, чем совершение этой молитвы одному, но в первую треть ночи». Время молитвы Фаджр. В хадисе, в котором сообщается, что ангел Джабриэль, мир ему, обучал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха временам молитв, сказано «время утренней молитвы с момента зари до восхода солнца». Время молитвы Фаджр начинается с проблеска зари и длится до восхода солнца. Если человек проспал или забыл совершить молитву, пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал «кто забыл о молитве или проспал ее, то искупление этому будет совершение этой молитвы, как только он вспомнит о ней». Постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал «первое, за что будет произведен расчет с рабом Аллаха в день воскрешения, это будет молитва. И если молитва его будет хороша, то хорошими будут и все остальные его деяния. А если же молитва его окажется негодной, то и остальные его деяния окажутся негодными». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...